Нашим героям удалось сбежать из темницы форпоста Велькинвиль, но все пошло не по плану. После жесткого, но все же спасительного приземления в подземное озеро, они собираются силами, чтобы двигаться дальше, опасаясь погони дроу. Сегодня у нас гостья в нашей компании, Аленушка Холли, косплеер-стример, ведущая и вообще-вообще-вообще актриса звучания, между прочим, да. Чуть-чуть не забыл самое-то главное, сидит... Думаю, все перечислил, кроме работы. Сидит в студии там у себя сегодня и заодно у нас в студии. Единственная фишка без рук у нас, это Алена. Впервые на экранах вы слышали только ее голос из разных аниме и из некоторых аниме и прочих сериалов. Да. И в японских мультиках она бывает иногда. Снимается. Китайских. Снимается. В роли той девочки, которая вам понравилась больше всего, да. Игровед это сотни крутых настолок, предзаказы новинок и единственный в России музей настольных игр. А еще и скидка на весь ассортимент по промокоду 2 в кубе. Итак, мы помчались в северном направлении вдоль ручья, понимая, что... А как мы поняли, что надо идти на север, там же нет мха? Заткнись, говори, я перекладывая из одной подмышки хоббита в другую, с полу-росток. Майло, я здесь жил, я знаю, где север. А где Мох? Река постепенно понижает. Ну, то есть, она течет в направлении углубления. Несколько часов, несколько часов вы бежите сквозь сеть пещер, и только река помогает вам не заблудиться. Потому что вы идете рядом с ней, где-то она разбивается на отдельные ручейки. Через некоторое время вы понимаете, что вы заплутали конкретно, но все-таки идете вдоль реки. Пока не доходите до того места, где река немного успокаивается, и откуда-то из боковой пещеры вы слышите, как вам кажется, легкое попискивание. Вам кажется, что это человеческий голос. Да, все люди пищат просто. Так ты смешно... А актрисы озвучки аниме, ты так себе представляешь? Какое-то попискивание. Прямо так, да, у меня, видите. Попискивание. Спасибо. Брутальный голос Ву просто. А тебе кричит так же, но представь, что у тебя что-то во рту. Вот так-то. Вот так именно, да. Вот такое пописки не услышит. А у нас есть на 17-й? Маскибой арбалет. В смысле? А, ты предлагаешь не идти туда, чтобы не нарушить чей-то сакральный акт покоя. У-у-у-у-у-у! Убийца гоблинов! Нам нужен убийца гоблинов! Вы идете в направлении писка? Я надеюсь, дракон уже не тащит меня под мышкой? Я уже иду на мышку. Нет, 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 тащу. Нет, прошло уже несколько часов, вы уже нормально идете. Все, уже, хватит. Нет, тащу. Через несколько метров начинаются паутины по краям. я пропущу всех остальных вперед ну наконец-то что наконец-то я могу пойти идет храбрый походкой вперед туда и замечать звук и сбоку лежит шевелящийся кокон в паутине это же личинка я знаю я видел такие из них вылупляется бабочка давайте скорее откроем и бабочку увидим прямо сейчас и майло бежит радостной к этой штуке вы зашли в пещеру кроме не кроме черного черный пожалуйста вот так он смотрит он смотрит видео 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 на арбалет на арбалет снимает и такой думаю сейчас залью на youtube дроутюб 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 а то перья паутин и все потом так не идет вы приближаетесь кокон очертаниями напоминает человек мне нравится что дракон рожденного даже не спросили он автоматически пошел забавил ведь конечно ты же сопровождаешь ты же нянька эскорт эскорт блин украл вышел а он шевелится кокон шевелится кокон шевелится и и говори я говорю постой давайте найдем палочку я знаю надо сначала потыкать палочкой убедиться что но не опасно у меня свирелька вот такая мелкая запишите на эти ваши дроутюбы выложите попиновает кокон на хорошо не мало если тебя надо освободить неизвестный мне персонаж этой игры если надо освободить пискни раз если не надо пискни два так ву ву а можно можно историю или внимательно скинуть а это не место ли для драйдеров это чуваки которые с телом пауков и дроу которые не были неугодные лолс а потом их видоизменили из-за того что они каким-то образом навлекли на себя проклятие а вы не думаете если мы потревожим паутину то кто бы там ни было но придет и это не место драйдеров уж слава богу а можно понять чье это обиталище потому что с пуками то дроу постоянно ты про змеями ядами пауками а ты пронюхивай а это так работает я описываю как там хочу я кидал дроутюбом пауками и какими-то мне кажется паука гуманоидами чёрт это драйдеры нет это не драйдер я это самое я палочку какую-нибудь могу найти там ву или что-нибудь типа того какой-нибудь штуку который потыкать можно на полу там есть конь хворостинка или что-нибудь меня уже попинали зачем ты меня еще потыкать хочешь ты находишь палочку и я поднял палочку и медленно палочкой начинаю ковырять кокон так это знаешь вот вот так вот так глаз я не знаю где у кокона глаз я пытаю ну типа угадываются очертания не ну я куда-нибудь в ну типа на уровень живота или груди пытаюсь типа расковырять аккуратненько это что палочка слушай а как птичка к этому относится вообще как она вот смотрит как ребята пытаются спасти другого человека я уже высказал о том что если мы потревожим паутину до нее обязательно кто-нибудь придет кто ее строил но паутину можно поджечь тогда у нас будет и мясо и все сгорит глядя на то как полурослик палкой пытается растворять плотную паутину дракона роженый закатывает глаза затем говорит осторожно и пускает кислоту на я наверно подойду просто тогда медленно тихо переступая через все эти паутинки достаю свой острый скимитар дроу который они обязательно наносит очень-очень остро и такой валите отсюда и медленно-медленно начинаю разрезать небольшую паутину кстати говоря наверняка же я так-то делал потому что мы попадались паутины и ловушки видимо в этот более того когда зашел сюда ты повидишь там где-то в глубине паука сидящего на яйца как он выглядит опиши пожалуйста какие яйца очень стальные поберже очень это просто гигантский паук просто гигантский паук окей хорошо давай тогда я шепотом скажу ему тихо он в углу накладки пока не дергается медленно выходить отсюда что накладки драконарожденный виде видимо как скимитаром начинает дроу ковырять он и он только-только успел выпустить кислотную слюну вот знаете как апельсиновую слюну обратно и такой да твой план лучше а ты птичка слышишь как с потолка майло по стеночке уже уполз ближающийся ты слышишь как с потолка относится шепот приближающийся я могу инстинктивно туда кинуть можно что-то посмотреть она как испуганная курица которая вместо этого шар вылетает на потолке ты видишь вот такое вот существо спускающиеся по паутинке это же этот самый человек-паук неогенный кошмар он же хитин возможно какой-то возможно саня в какой-то из прежних редакций он был драйдером возможно драуком еще его переводят иногда но нет это не он не он похож это тоже гуманоид как название и китин ты таких знаешь как дроу потому что их дро в общем-то и вывели во время своих экспериментов но что-то пошло не так и стали выводиться еще и более продвинутые эти хитины которые могли делать кладку и создавать такие большие наподобие муравейников и теники вот это же ваши эксперименты проклятые не понимаю зачем я сейчас рискую своей жизнью он сейчас он сейчас довольно высоко и что находится и он тебя не замечает потому что сверток у него в руках вертится старается тихо сказать на те что над головой у нас проблема а я медленно подниму голову наверх потому что нет не так поближе ладно вы тем временем распутывать от паутины лицо я там кого расскажи нам видео тифлинга офигевшего с большими такими глазами который кричит там наверху смотрите паук тут же спрыгивает складки и начинает приближаться к вам резким движением вырезаю всю остальную паутины чтобы кто-то ее схватил и горю челорла быстро намекая на рогатую я активирую скрытность момент так так не работает в этой игре ничего не работает то есть тебе надо где-то сныкаться реально чтобы да 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 какое у нас расстояние ты можешь пропасть у всех на глазах да я встаю и еле шевелящимися ногами пытаюсь отползти практически на коленках ну как я сколько часов там провела в этом это про довольно много твоя история такова ты я не знаю как ты попала в пещеры там нам расскажешь но когда ты в них попала тебя по ним долго носила ты была в плену потом на этот на на твой на те у кого ты была в плену попали в плен к другим потом они еще с кем-то подрались и в конце концов тебя вынесло в водный поток из которого тебя вытащила вот это вот существо принесло к себе в пещеру замотал и видимо приготовилась есть она тут живет одно с пауком паук сейчас выращивает лапку с ну как собачка сильная независимая в пещере пещере есть несколько 40 пауков карбом который это существо собрала здесь за те годы месяц и непонятно сколько и кроме меня этого никто не знает да и она довольно безумное которое хитин его за его за его за вашей таком случае я она с тобой разговаривала кстати в некоторое время подползая подползаю к паладину как чуваку в самых больших доспехах виден не не доспех мы все голыш мы все голышом у него самое красивое черное кишучее тело вот комплимент большого чувака хватай за его ногу и и судорожно показываю куда-то в ту сторону сторону да и прошу спасти меня какое какое расстояние до того кто наезд паук рядом но не торопится на вас нападать он шипит и закрывает яйца в лапами а он охраняет кладку это это мама птицы птицы боевые заклинания есть у нее нет книги к сожалению с собой если бы для меня не спину мы по нашли мы не только фокусы ей нужно ты может создать ну нет я как-то я описываю это сейчас никак я для нее описываю чтобы она знала а тот который наверху в какое-то не вот расстояние а ты не знаешь что-то а я не что-то я вы наверно тоже слышите говорю что я могу поджечь паутину и паук скорее всего тоже подождет подождет подождется попадет под огонь но наружу пещеры на нас что-то ползет похожее на дро паука еще раз задаю у тебя просто есть боевые заклинания ты уже видел огненный снаряд окей скимитар сразу кладу куда-нибудь в ножны достаю арбалет заряжаю прикладываю его как по тактике нарезаю пироги у тебя мосинка в руках что ли ну к сожалению арбалет заряжаю натягиваю там же да там руках был что делать в этот момент майло и владимир майло когда как только майло показали как только дро показал майло на паука майло уже прямо показал как он по стеночке такой типа арахмопов арахмопов спрошу майло не хочешь спросить как у него дела майло тебя не слышит уже майло реально короче в вафе и просто смотрит на это все он такого паука еще не видел это просто будет его лучший дро у дро их видел а я видел таких пауков все таки все таки дро дро знает про этих гуманоидных пауков то есть или как бы это для него в новинку он про них он про них слышал и может быть даже видел то есть он знает что они разумные в теории с ними можно говорить да вполне ну короче майло он майло на самом деле хочет отползти куда-то подальше за какой-нибудь там сталактит или что нибудь чтобы как раз таки уйти в стелс к херам хорошо хорошо у тебя это получается там довольно темно слушай а можно я хитро сделаю я сейчас хочу проверить кто из них знает underdark язык underdark а и скажу давайте за мной на underdark никто отлично ты знаешь птица знает на счет чертова я только знал что надо записать тебе знание языков тех мне сказали да не надо она реагирует за мной на фразу за мной вот так идешь отвечать на underdark на выход там на нас что-то ползет вот и увидим что сверху ползет подождите он же сверху а не низ сверху это значит что куда мы не пошли нет сверху в смысле сверху потолка или откуда полка вниз вон я наверняка знаю что они наверняка опять же используют различные тактики в том числе хитрости интриги я буду осматривать и не только вверх потому что скорее всего если он думает что я думаю что он ползет сверху но такой майн-гейм начинается у меня в голове поэтому я осматриваю вообще все весит небольшой проем и очень медленно иду прислушиваясь ко всем звуком который издает тут вы слышите со входа я продолжаю держаться за ногу полоним на дед арке кто здесь и пытаться спрятаться за ним я медленно и томно отвечаю ему кто ты такой сразу кадрить так а теперь ты вооружен и опасен что ты делаешь моем доме уходи я уже выхожу извини пожалуйста я не тревожить тебя и твоего друга я ничего не трону точно абсолютно голос исчезает я медленно выхожу и осматриваюсь вокруг на предмет этого парня и голоса я не желтый ячек да это ты меня извините но птицу можно вперед в принципе но потолок у этой пещеры довольно темный и там много есть мест где спрятаться такие стола птицы висят и так и сука опять я такой птице показываю сигнал чтобы она выводила всех остальных и держу нам на мушке все зачем я это делаю только не пойму всех всех держит на мушке ячерка ячерка вы двигаетесь что-нибудь сделать я жду поставить я как будто я вернемся тогда вернемся тогда к остальным да что в момент делать они майло спрятался в тенях майло в тенях да чем у нас в чем у нас тифлинг а тифлинг держится твину то она обнажена ага конечно у тебя все прилипло к паутине прям обнажена вообще все срезал в таком случае палатин снимает свой плащ походный же голый был в плаще пыл а плащ может отдать конечно да я заворачиваю девушку плащ и говорю надо валить взваливаю ее на плечо и начинают и любишь всех носить какой-то кошмар я не сопротивляюсь меня отсюда уносит и спасибо хорошо чел орла это настоящий черный викинг я вы еще не знаете какую крутую музыкальную тему мы пишем для чел орла совмещение совмещение фанка и грегорианских распил майло короче по стеночке майло смотрит куда уходят остальные и держась каких-то теней там каких-то сталактитов бежит за ними причем еще запихнул короче себе куда-то вот там за пазуху тула паук вас не преследует возвращается вклад когда нас много они нас боят говорит чел орла выходя когда нас много они нас боят повисает напряженная тишина слышно только как вода текет канал и заметили да или или нет кто заметили и которые там стоят ты говоришь там они там дальше это они знают только тогда нету поставьте мою фигурку туда пожалуйста мы уже теперь это же самостоятельная фигурка птичка мы будем очень долго ходить голыми без всего максимум максимальный survival survival mode а паладин у нас теперь когда снял плащем голый или все-таки в чем-то я извините ладно я заблаговременно девушку взвалил попой вперед соответственно головой назад это важно у него же там клака все хорошо подождите я хочу посмотреть на голых драконорожденных пришли вот так точнее они без хвостов иду драконорожденные стала эксталагмита выходит вот это вот существо она шестирубка двух руках и динжала в одном в одной руке у нее сверток похожий долговатый тропа говори это морковка я точно знаю я видел такой я видел такие в медовом лугу бабушка бриз них делает очень вкусные пироги это морковка берегитесь как тебя зовут спасите меня кричу я грязный дро пришел воровать опять так ладно мои исследования показали что выглядит отвратительно уходи грязный дро говорит он размахивает кинжал и оставь мою еду выглядит хорошо да 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 в этот момент его сверток брыкается и выпадает у него из рук и ойкой у нас у нас еще один гость я могу его завалить прям на месте может стрельнуть на данном не проверю хорошо не просто понять вообще ты знаешь ты так как дро и знаешь те места то ты знаешь что его здоровье примерно равно равно в dnd эквиваленте 18 хп окей хорошо я не понимаю какое мироволюбивие почему-то на меня напала в этот самый момент когда вали его уже вали бей ногами пинай виду и стреляю просто в него и и все хорошо отлично мне нравится не попал у него 14 чего ну хайдам у меня был вдохновение нет это я обещал дать вдохновение за как дела обещал правда тогда был вы не напоминаете если что-то обещаю просто я обычно хорошо я тогда хочу использовать на меня а использование хорошо и кидаешь 14 ты попадаешь есть 8 8 плюс 3 до 8 плюс 3 но не очень много ты ему снимешь конечно 2 плюс 3 на пятерочку стрела вам зайца ему в плечо сразу бросаю и достаю скимитар ожидая атаке в нижнем бою какое расстояние до него я ищу где спрятаться да ты на мне подожди да это привыкай майло привык уже обидеться и кричать и прошу опустить меня на землю и потому что не страшно и так он прям сразу кинется и ударит дрона там сразу кидает и хочет тебя пробить у тебя щас доспех только там 13 если у меня все-таки кожаная броня и у него мульти атака это раз не три атака чего 2 крит провал 3 прошла 2 до 4 каждый плюс 2 а закрыть провал чего он там потеряет он выронил пинжал так ес а не только против паутины так это 4 плюс 2 6 и 2 плюс 2 4 на 10 он тебя ай-яй-яй-яй-яй на 10 опасно опасно данный но у меня ноль ты оседаешь ему под ноги да ёб у него есть у этой твари из глаза я кричу и прошу вернусь меня на землю под ногами лежит кинжал если что да 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 я в паутины кинжал из паутины и мои любимые он сам плетет может отдать тебе мой кремниевый осколок который может использоваться как не говори голосом а как у меня такое ощущение что ак во время страшнейших инцидент прямо не важно так давайте у вас вообще сначала хоть самый ловкий это как обычно воры сколько у тебя лёшка ловкость шестнадцатая плюс 3 у меня 15 значит алексей первый ходит алексей что ты будешь делать да вообще как бы майло биться то не собирался на самом деле но факт мазаха посмотри чё там тогда есть серьезная вероятность что у вас сейчас есть припечатать а майло ничего не сделает он не вооружен у него нет никаких боевых заклинаний под ногами лежит кинжал в эту майло и кинжал ну серьезно я просто описываю ситуацию я давай так майло понимает что пока заваруха может ли он попытаться добраться до этого свертка который бросил да конечно нужно обойти это это чувак а так чтобы он тебя не задел а он же вроде был в скрытности не не я это в скрытности понятно я я понимаю что мне на это скорее всего не хватит одного действия но типа я могу двинуться туда сколько у тебя 30 футов до до 25 25 1 2 3 4 5 сюда может пройти ну нормально следующий раз я смогу дайте драконорожденного дайте отыграть драконорожденного отпустили отпустила отпустил да я естественно что я увидев как дро оседает и думаю что это единственное вообще существо которым я доверял последние недели выраниваются женщину в плаще женщина в плаще ищет куда можно отползти и сныкаться по может плаще обратно в пещеру у меня такой вопрос а как далеко сокровище я знаю что там есть оружие и одежда я вот думаю пока тут идет бой могу ли я туда смотаться если я сейчас поползу в невидимость можно так запросто насколько это надолго ну бой к тому времени уже пройдет подойдешь пока порой что да логично но в любом случае придешься хоронить в любом случае мне надо ты скрываешься очень в теле ну как всех смайла будем же не погоди не не ставь на меня пока в пещеру я пока просто прячусь но еще где спрятаться ты спряталась за уступ вот это и ну соответственно я не знаю у меня активируется невидимость я могу попробовать подползти и забрать кинжал слишком близко противник слишком близко но он прямо у него под ногами лежит да а так а могу я не знаю задействовать внимательность и поискать вокруг еще какой-нибудь оружие ты можешь найти камней следующий ходит птичка каштанов набирает а я могу одновременно кинуть в нашего паладина кремниевый осколок и запыльнуть огненный снаряд в эту кстати с вашей напоминаю что ты можешь делать прыжки на 50 путов я помню я хотела как бы за одно еще и прыгнуть хочешь отойти и что я хочу отпрыгнуть назад на недосягаемое для вот этой фигни расстояние 6 чтобы до тебя не дошел до в этот момент когда до может быть в него огненный снаряд но после того что ты ходишь ты кидаешь не огненный снаряд правильно по него один по 10 а попадание там вычисляется по ловкости дарус это метательный по интеллекту раз это заклинание это 8 плюс интеллект плюс профинси бонус 2 плюс сейчас я посмотрю какой не интеллект плюс 3 плюс 2 2 4 12 ой 4 до 4 4 4 4 4 да хорошо это плюс 8 и промахиваешься и промахиваешься а это существо не не слепнет не дезориентируется потому что он в темноте живет по вам возможно и слепнет и дезориентируется но ты этого не видишь но я просто это с ревом бывшего полицая именем хельма идти расложить оружие челорла бросается на это существо делает причем утяжка это за . еще была дача лорная помню уже давно нет я кинжал я видел да ну я сейчас там что-то трупешник прям под это понятно я хотел сделать мощный подкат выходом спину ты можешь выхватить у него и таган и ударить и таган и метал ну смотри во первых я использую как бы запугивание запугивание убеждения видимо одновременно настоящий полицейский который у меня плюс четыре плюс четыре и так сколько у него четыре руки да и в двух и тагана двух кинжалов двух кинжалов ну короче говоря хватая его за эти руки я со всей дури бью бомому в нос ну в любом случае короче это движение на хватание за руки и удар головой в голову ты промахиваешь убеждение запугивание у меня в коробочке он смотрите что там один один я я говорил что надо называть наше шоу крит фэйл вот я я вам говорили критическая шляпа нет 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 надо было называть кидала кидала один закидала а я сейчас выступили молодцы у меня у меня у меня у меня провал на запугивание убеждения и у меня провал на удар да ну что ж друзья что будет дальше вы узнаете в следующей серии я так понимаю мы с на новых персонажей напишут да 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 когда на кучу новых персонажей смайла холи и что будет дальше вы узнаете в следующем эпизоде 2 главы кидал подписка лайк все дела друзья а ну шкармели саш бриганов алена холи олешка никитин алексей зуйков и братец вуз в роли закадрового мастера голоса от он вот он прекрасный смотрите нас ставьте лайки пишите комментарии и кидайте пожалуйста не знаю молитесь за нас всем богам чтобы вы не кидал больше таких бдс момент просто провален эх 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 увидимся уже очень скоро друзья до новых встреч тебя мы ждем за столом